Он сделан по заказу фирмы Мюр Эмирелиз. Известные каталоги Мюр Эмирелиз. Это магазин ЦУМ в Москве. Вспоминаем собачье сердце. Возьми 50 копеек и езжай к Мюру, купи шарику хороший ошейник. Мюр Эмирелиз заказывали для себя продукцию и ставили на нее дополнительные клеймы. Сколько самоваров, насчитывая частная коллекция Александра Федорцова, он и сам не знает. Это давно сбился со счета. Предполагает, что около 70. Среди них и два самарских. С одного из которых и началось увлечение Александра самоварами. На клейме выбито самоварные склады наследников Злобиной в Самаре. Мы знаем, что Самара космическая есть. Самара второй ты. Самара запасная столица была у нас. И Самара купеческая, соответственно. Мало кто знает, что Самара тоже имела отношение, так же, как и Тула, к самоварному производству или к самоварным, так сказать, продажам. Самовар этот был выпущен известной тульской фабрикой Берты Густавовны Тейли. То есть это конец 19-го, начало 20-го века. Но по заказу наших самарских, так скажем, складовиков, купцов, ставили дополнительное клеймо на эти вот самовары. И именно в Самаре достаточно часто попадаются именно такие самовары с такими клеймами. Вопреки общепринятому мнению, родина самоваров не Тула. Впервые их стали производить на Урале, на заводах купцов Демидовых, поскольку именно там добывалась медная руда. Помимо меди, самовары производили из латуни и сплава этих двух металлов – тампака. Он более крепкий и имеет розовый оттенок. Тула перехватила эстафету. Именно почему? Потому что Тулу, мы знаем, столица оружейников. Но оружие было востребовано тогда, когда были войны. А тогда, когда воин не было, оружия не было, то есть Тулу начинал производить разные предметы быта. Там тазы какие-то, чайники. И освоить производство самоваров для них было несложно. Тульцы самовары очень качественные. И такие производители, как Воронцов, Тейли, мы с вами говорим, Назар Лисицын – это Урал, если вспомнить, то есть оттуда он пошел. И здесь, естественно, ну вот они представлены все. Александр признается, сейчас рынок наводняет все больше подделок. Предприимчивые умельцы переделывают формы самоваров, ставят клеймы, увеличивая их стоимость. Но фальсификация самоваров была всегда. Особенно славились самовары, которые производил Василий Степанович Баташов. Его семья выпускала их более ста лет. То есть вот Баташовы, еще были братиши Марины, которых подделывали. Они составляли петицию царю Николаю II тогда, чтобы он предпринял какие-то меры. Штрафовали их, отбирали эти самовары. Но они нашли хитрую уловку. То есть фамилия Баташов тоже была достаточно распространенная. Находили какого-нибудь бедного крестьянина, платили ему какую-то сумму для того, чтобы его фамилия использовалась на самоварах. Каждый экземпляр в коллекции Александра Уникалина имеет свою историю. Это один из старейших баташовских самоваров. То есть вот эта вот ваза, так называемая, гранная. Это родоначальники Баташова. То есть это Николай Иванович сам Баташов. То есть это где-то вот середина 19 века. Дальше мы видим дуля. Дуля фабрика тоже у нас Баташова. Но уже так называемый Которев Баташов. То есть это ученик Баташова. Есть самовары, рассчитанные на 12 литров. Их и пустыми-то поднять непросто. А есть вот такие малыши. Этот называется эгоист для распития чая в одиночестве. Видите, вот эта шея самовара называется. У него двухподдувальный он называется. То есть вот здесь вот как бы поддувало для чего нужно? Для того, чтобы шла тяга в печку. И вот этот двухподдувальный самовар, это так называемый азиатский. То есть они выпускались для южных регионов, для Средней Азии. Каждый фабрикант вместе с самоваром выпускал свой прескурант. В нем были обозначены названия формы, вес, внутренняя составляющая, какой колосник, чугунный или медный, и цена. Но в народе этот вид посуды получил свои названия. То, что было в прескуранте, оно не всегда соответствовало тому, как народ, да, какое название давал наш русский народ. Вот он же меткий, как говорится, данный язычок. Шар, арбуз, там база гранями, там банка, яйцо гранное, да, то есть там ферз, например. Одна форма у меня есть одного самовара, который я как бы ни в одном каталоге пока не встречал. Вот я, он похож вот на такие пчелиные соты, поэтому я его назвал таким сотовым, да, достаточно редкой формы. Рядом вот есть рюмка, которая называется карточная, да, или бубичерви, то есть выколотка вот на гранях этого самовара, она как раз повторяет собой вот эти вот известные карточные символы. Позволить купить себе самовар мог далеко не каждый, продавались они по весу. Банка, самый недорогой вид самовара, стоила 24 рубля за пут. Пут равен 16 килограммам, значит, один килограмм стоил полтора рубля, а самовар порядка 8-10 рублей. В то время как зарплата рабочего была 20 рублей. То есть самый скромный самовар стоил половину месячного дохода рабочего. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.